Будем наблюдать попытки провести эти приемы игроков в парторе. Встречайте, Анзор Рассуев! Анзор Рассуев, его профессиональный рекорд, одна победа в одном единственном бою. И 20 лет ему также, рост его 190 сантиметров на 8 сантиметров, он выше своего оппонента. Представляет бойцовский клуб Ахмат. Молодой спортсмен, очень физически неплохо развитый, высокий, длинной конечности у него очень. То есть может он на дистанции очень хорошо и стойкий работает. То есть именно физические данные для этого у него очень хорошие. Да, также он оправдывает свой базовый вид спорта грэпплинг. Первую победу профессионалов он одержал как раз таки удушающим приемом со спины. Он задушил своего соперника, очень обученный в партере. Так же, как ты сказал, Адам, размах руки, рост позволяет ему работать и со стойки. Посмотрим, что для него предпочтительнее будет сегодня. И вот его секундирует Абу Бакару Вагаев, Шамиль Ислан Гириев, ну и Али Харсиев, тренер клуба Ахмат по бразильскому джиу-джитсу. Мы говорим вот именно по факту, по боям. Ну, очень малого слов, да, наверное, вообще практически ничего ему не сказали об организации WFC, о ее планах на этот год. Вообще, всемирный бойцовский чемпионат Ахмат, если кто еще вдруг не знает, запланировал в этом году запустить гран-при. То есть в конце года у Ахмата будут свои чемпионы у этой лиги, лиги WFC, и будут они определяться именно через гран-при. Восьмерка каждой весовой категории, по 8 бойцов будут выступать. И первый этап гран-при, он пройдет в 2, в течение двух турниров, да, 1-8 финала будет проходить в течение двух турниров 12 марта. И в апреле, честно говоря, точную дату сейчас не могу вспомнить. Оба эти турнира состоятся в Грозном, затем будут проводиться турниры в Москве, в Казахстане и в Азербайджане, насколько мне известно. Ну, а финалы гран-при состоятся именно здесь, в Грозном. Первый этап, два турнира, и в этих двух турнирах будут именно только бои из серии гран-при. Затем уже начнутся и поединки рейтинговые, потому что, соответственно, бойцов становится все меньше и меньше, и уже будет место для проведения рейтинговых боев. В каждой весовой категории Ахмады делегирует по два своих бойца. И еще очень интересный факт, допустим, для любителей смешных ценоборств, здесь будет заявлено этот турнир. Вагапа, Вагапа, к примеру, Ясубе Инамото. Помните еще парень, который победил Беслану Ишукову в последнем турнире? Стив Карл. Стив Карл, да, вот он тоже будет весовой категории 77 килограммов. Так что состав очень серьезный. Насколько я знаю, еще будет и Расул Хазбуллаев по прозвищу Фродо также здесь будет выступать. И с Гасаном и Малатовым велись переговоры. То есть состав как бойцов Ахмада, так и других бойцов, которые приглашены очень серьезно. География очень широкая. Так что пояс WFC будет очень ценным, очень интересно будет наблюдать. Ну а у нас боединок тоже не менее интересный. Пытается сразу на ногу провести болевой. Вы взаимный, пытается, но уходит. Пожалуйста, футлок, так называемый, скучивание стопы. Вот тоже вытерпел. Кстати, вот мы не забываем. Ох, какое хорошее попадание, да, и сразу же такой легкий нокдаун получился. И тяжелый у вас сейчас приходится Юхимчуку. Вот переход на рычаг. Рычаг вот. Ну я думаю, здесь уже посетит. Хотя, как же он терпит эти болевые? Те терпят, те терпят. Я говорил, что многому интересно в болевых приемах мы увидим. И увидели. Двух минут не потребовалось Расулу. Отзору Расуеву. И он одерживает вторую свою победу в профессиональных смешанных единоборствах. С чем мы его, конечно же, поздравляем. И снова, снова болевой прием. Снова прием из грепплинга. Замечательно, замечательно себя проявил. Очень неплохо. Вот я, кстати, говорил, да, в основном, что длинный размах рук может стойко хорошо работать. И он это продемонстрировал. Хорошие попадания были. Да, может быть, чуть-чуть технику нужно еще подтянуть. Но идет в правильном направлении. Соперник был непростой. Действительно непростой соперник. С хорошим рекордом. С хорошим рекордом. Хорошая база. И видно, я физически неплохо одарил. Ну, если честно, часто приходится слушать наставления от президента клуба Ахмада. Сапузаедович Мурадова своим матчмейкером. Он требует, чтобы файт-карт составлялся таким образом, чтобы приезжие бойцы, которые выступают против местных спортсменов, против представителей клуба Ахмад, были выше в рейтинге. Были выше в рейтинге.